Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Давайте я начну. Хочу написать вам свою историю и просить помощи, разобраться, так как сказать со стороны виднее можете вы и укажете на мои ошибки. А может вы развеете мои сомнения. Мне 44 года. За плечами брак, продолжительность в 20 лет. Двое замечательных почти уже взрослых детей, работа руководителя на уже опостылевшей мне работе. Постоянно у меня дом, машина и вроде все не хуже, чем у всех людей. Но в октябре 2018 года моя жизнь изменилась. Сначала я подумала, что это просто какая-то случайность, шутка. Но сейчас я понимаю, что эта ситуация полностью изменила мою жизнь и я должна принять окончательное решение. С моим турецким мужчиной я познакомилась, как и многие другие девочки в отеле, но он не работал там. У его друга, хозяина отеля, был день рождения. Он был гостем. Я уже через два дня улетала обратно домой, но эти два дня меня просто зацепили. Объяснять, как турецкие мужчины могут ухаживать, я думаю, не стоит. Но в итоге. 4 января 2021 года у нас уже состоялся брак Никях. Для него это было очень важно. Так, здесь остановлюсь. Кто не знает, Никях это не государственный расписывайтесь. Вы это просто на словах перед имамом, а-ля типа брак перед Богом, да, назовем. То есть юридической ответственности за это никакой нет. Мы стали мужем и женой. За это время я развелась с русским мужем и периодически ездила в Турцию к своему любимому. Он старше меня на 14 лет. Тоже и более 20 лет был в браке, как и я. Но в итоге не выдержал характера своей жены и ушел, оставив ее и детям квартиру в Германии. Ранее, больше 40 лет, он прожил в Германии. Поэтому он свободно владеет немецким, турецким, английским и сейчас уже на очень хорошем уровне русским языком. Чего не могу сказать о себе. Язык дается с трудом, но муж меня успокаивает и говорит, что когда я перейду к нему насовсем, то дела пойдут быстрее. Мой муж очень серьезный, внимательный, заботливый и такого отношения к себе никогда не ощущала. Но он по жизни капитан. Мы это так между собой называем. То есть он всегда принимает окончательное решение. А в России я капитан и всегда им была. Отчего в итоге устала и сама хотела, чтобы в моей жизни появился настоящий мужчина, который будет руководить. И вот он появился. Я ему верю, потому что за три года о наших отношениях он ни разу не обманул меня. Всегда говорил так, как есть. Хоть иногда у меня это вызывало шок. И да, первый год я иногда ревела из-за каких-то ситуаций, но сейчас это уже позади. Коронавирус мы тоже достойно пережили, общаясь 8 месяцев только по телефону. Но в итоге мы вместе даже стали мужем и женой. Сейчас он оставит, чтобы мы официально расписались. Я переехала жить к нему. Он даже квартиру купил новую. Но я не понимаю, что меня держит, чего я боюсь. Когда я в Турции, то хочу домой. А как только возвращаюсь домой, так сразу же готова купить билет и улететь обратно. Пожалуйста, подскажите, от чего эта паника и как ее побороть? Отказаться от него я не хочу. Даже мысли таких я не допускаю. Но и боюсь ошибок. По скрипту. Моя сестра и дядя знакомы с ним. Его зовут Бенджамин. Не турецкое совсем имя. И одобрили мой выбор. Мои родители это просто катастрофа. Они категорически не принимают его. Его манипулируют своим здоровьем, давлением на меня. Что я плохая мать. Бросаю своих детей на произвол судьбы и так далее. Заранее благодарю за помощь. Здоровья вам и вашим близким. Дальше еще приписка небольшая. В письме очень сложно написать свои переживания. Так как я сама не могу понять причину своего страха переезда. Я люблю своего мужа. Мне очень нравится его забота. Я понимаю, что он по-настоящему меня любит. Не только на словах, но наше общение 80% было по интернету. Я реально понимаю, что жить вместе это совсем разные вещи. Сейчас я нахожусь в Турции и вижу, так как я являюсь уже женой. Он хочет полного контроля надо мной. А мне это совсем непонятно. И я не знаю, как ему это объяснить. Вот оно, кстати, ключевое. Что я не турчанка. И мне не нравится тотальный контроль моих действий. Как это можно донести, чтобы не обидеть и не задеть их гордости? Он не хочет, чтобы я работала. Поэтому я ищу работу удаленно, но полностью зависеть от мужа я не хочу. А он этого не может понять и обижается на меня. Он хочет, чтобы я приняла решение. А это означает для меня, что я должна принять его правила. Именно это мне и сложно сделать. Я не хочу его потерять, но я не хочу оказаться в золотой клетке. Как мне быть? Ну, а знаете, история на ложку-два горошка. Вот теперь вот не все понятно. Никях у вас был. То есть я не поняла, вы официально расписались или нет. Потому что дальше в письме там было, что он ждет официальная роспись. То есть у вас был просто имам Никях, да, как я понимаю. Или у вас Никях была роспись в ЗАГСе. Это мне не очень понятно было, короче говоря. Следующий момент. Вы говорите, я боюсь переезжать. И когда вы делали дописку в письме, вторым письмом, вы очень четко расписали все. Сами почитайте, что вы написали. Во-первых, вы делаете большую разницу того, что как до него донести, не задеть его гордость. Вы что так над ним трясетесь? Чересчур вы трясетесь и боитесь его потерять. Поэтому он пытается вас вот этой притирке найти рамки дозволенного, как вас можно продавить. По-своему, чтобы было. Он видит, что вы боитесь его потерять, трясетесь за него, поэтому он у вас давит. Он в вашей границе сейчас выстраивался взаимоотношения. Сколько позволите продавить, настолько будет продавлено. От вас это сейчас зависит. Меньше трясетесь, меньше бойтесь его оскорбить, задеть, обидеть. Алло. А он не видит, что он вас обижает, задевает, нарушая ваши личные границы. Вы что о себе-то не думаете? Вот сейчас очень важный момент, еще пока вы совсем не переехали. Заявить о своих границах, отстоять их, чтобы вам потом было комфортно жить. А вы что пишете? Вот это у меня вообще очень прям неправильно. Я дам оценку, это неправильное отношение. Вам потом плохо вот этого будет. Как можно донести, чтобы не обидеть и не задеть гордости? Словами открываете рот и просто говорите, как у вас есть. Что значит? Вы как исхищряться должны, как змея, слова подбирать, чтобы его гордость не задеть. Да что за мужчина у вас такой, мне вот интересно. Любое... У него, понимаете? Вас виноватые делают, мне кажется. Любое, что слово ваше поперек его, где вы, в принципе, озвучиваете свои желания, если не так, как он планировал, не так, как он хочет, он обижается. Он говорит, что ты виновата. Так получается? Если я говорю, скажем так, правду, попадая в десятку, вам еще повод задуматься, что вы не так отношения с человеком выстраиваете, не задеть его гордостью. А почему он не думает, что он вас задевает? И дело даже не в гордости. А зачем вообще эта гордость нужна? Объясните мне, что такое слово гордость? Для меня гордость это определенное какое-то высокомерие, что моя точка зрения истина в последней инстанции, непоколебимая. Я других вариантов вообще как бы не допускаю. Вам такой мужик нужен? Вы понимаете, что мне кажется, из вот этой дописки вас ни во что не ставят там. И проблема в том, почему вы боитесь переезжать. Вы боитесь переехать и окончательно потерять свое «я» вас подомнут до конца. Потому что уже ваши поломали личные границы. Потому что дальше я читаю прям. Вот это вообще. Он не может этого понять, почему я не хочу работать. Обижается на меня. А почему вы не обижаетесь? Он хочет, чтобы я приняла решение, а это означает для меня, что я должна принять его правила. Правила вас прогибают и ломают под себя, как ему хочется. И вы боитесь, что когда вы переедете, вы вообще перестанете сопротивляться. И по вашим личным границам, поломленным, как вот забор, если представить, еще танком проедут, проравняют к земле, и у вас ничего своего «я» не останется. И именно это мне сложно сделать. Я не хочу его потерять, но не хочу оказаться в золотой клетке. И вы чувствуете ненадегу. Золотая клетка что? Я бесправная, без работы, без денег, он за меня там все решает. Я хочу независимости, я хочу каких-то гарантий, моих свобод, где есть проблемы, личные границы. И воевать за свою личную границу вы должны и обязаны. Переедете, будет еще хуже. Вы должны это выстраивать сейчас на расстоянии, пока не переехали. Как говорится, знаете, бойтесь своих желаний. Вы хотели себе мужчину, потому что я устала. Я хочу того, кто будет править, кто будет доминирующим. Так, да, назовем вас, письмя это было? Вот, вы получили. Но такого доминирующего, который просто сметает, вас не уважая, сметает ваши личные границы и вашу личность. И еще сейчас собирается бульдозером проехать по этому заборчику, который поломал совсем под мять под себя. Вы абсолютно оправданно боитесь, а-ля золотой клетки. Молодец, вы осознаете. Только знаете, что? Ваше желание, я думаю, может быть, у вас там какие-то свои зацепки личные есть. Почему он такой именно доминирующий? Я устала быть сама. Все, как вроде бы у всех у меня, но я устала. Вы бежите не за любовью, а вы пытаетесь сейчас свои проблемы усталость переложить на другие плечи, кто их возьмет, эту проблему усталость. Но при этом человек, который берет ваши проблемы на себя, решает, он же ограничивает вас. Вы что-то не понимаете, да? То есть вас за то, что я беру твои проблемы на себя, полностью доминирую, поглощаю, у тебя нет права голоса, я за тебя решаю. Вот это условие вам сейчас не нравится. Вы придумали, захотели, такого мужчину получили, получите, распишитесь, как называется. Сейчас он вас, вот в этот момент, ломка ваша идет. И у вас есть здравый смысл, который понимает перспективу золотой а-ля клетки в будущем. К нему надо прислушаться, к своему здравому смыслу. И есть та, которая хотела, которая себя сейчас убежит. Ну, я же так хотела, он же, это же мужчина моей сказки, он же меня не обманул, он же такой молодец, он такой хороший. Ну, вот правда, понимаете, просто вот это, это уже не окей в отношениях, когда к тебе не прислушиваются, к твоему мнению. Ну, вот вы хотели доминирование, чтобы за меня решали какие-то проблемы, что-то за меня брали? Вот это плата. Вашего мнения в отношениях не будет, но все будет за вас решать. Вам оно надо или нет? Вот решайте сейчас. Или воюйте, пока не переезжайте, пока не отстоите свои границы личные, не переезжайте. Тяните, откладывайте, как хотите. Знаете, в чем проблема? Вы очень важную вещь сказали. Мои родители против него, они на меня давят давлением, здоровьем, упреками. Я плохая мать, кидаю детей и так далее. Ваши отношения с родителями. Ваши родители дети, а вы взрослая. И ваши родители, как дети, не хотят расставаться сейчас с вами, пытаются манипулировать, обижают вас, потому что они теряют ваше внимание и вашу заботу. О них, скажем так, выгодно с вами рядом жили. Вы закрывали их потребности, о них заботились, скорее всего, очень хорошо. И они, из своих эгоистей, это чисто эгоизм, это не вы плохая мать, вы имеете право на счастье и так далее. Просто они не знают, как вам закричать о том, что я куда-то нас бросаешь, мы не хотим без твоей помощи жить. А вы устали от помощи родителям, своим детям, работе, 20 лет с мужем, может быть, который на вас тоже сел ножки свесил, ничего не решал. Вот это вы устали. Вот вы сейчас все нашли, кто будет проблему решать. То есть, проблема в том взросление. Я устала быть взрослой, я хочу на ручки, я устала, я хочу быть ребеночком, девочкой. Но если ты в позиции ребеночка-девочки не в партнерских отношениях, не на равных с партнером, как он это выстраивает сейчас, голоса твоего там не будет у детей, потому что в основном голос не спрашивают, за детей все решают. Им говорят, что одевают, что есть, им ставят готовую тарелку с едой. Вы какой позиции вообще хотите? Вам надо определиться в ваших желаниях и выстроить свои личные границы с этим мужчиной. Вот и все. Больше я, к сожалению, ничего посоветовать не смогу. Пишите, подписчики, ваши комментарии, что вы женщине посоветуете, ей уже 44 года, и пришло время определяться. Здесь дело не в нем. А вы не понимаете, вашу позицию, ваше желание и реальность расходятся. Вам надо определиться все-таки, что вы хотите. Вы от родителей своих хотите убежать, чтобы за вас брали ответственность? Ну, условия вот такие вам предлагают. Вам придется либо сломаться, под них построить, раз вы этого хотите. Либо искать, попытаться с ним выстроить отношения, чтобы не быть в зависимой позиции. Ну, либо расстаться с человеком. У вас целых три пути решения этой проблемы есть. Так что думаете? Итак, я всегда оставляю под моим видео в инфобоксе, разворачивайте, смотрите мою почту для ваших историй, чтобы вы мне написали, и я их опубликовала на канале, разобрала, либо для консультации психологических и индивидуальных. Спасибо за внимание. Всем пока.